Всем привет! Сегодня передо мной стоит непростая задача. Я хочу оптимизировать управление LEGO Mobile с помощью джойстика. Как сделать пульт управления с помощью слайдера, я подробно разбирал в серии предыдущих роликов. Ссылки на них ищите в описании. Но управление с помощью двух слайдеров не всегда бывает удобно. И на мой личный взгляд, управление джойстиком, то есть одной рукой и даже одним пальцем, гораздо удобнее и точнее. В то же время у джойстика есть один существенный недостаток, который сводит на нет качество управления. А именно с помощью джойстика невозможно достичь максимальной скорости при максимальном угле поворота колес. Посмотрим, как можно это исправить. Для начала я написал программу, которая просто выводит значение слайдера на спидометры. Справа значение скорости, а слева рулевое управление. Посмотрим, что показывает спидометры при движении слайдеров. Отклоняю слайдер скорости вниз. Теперь вверх. Все время мы видим максимальное значение. То же самое я проделываю со слайдером рулевого управления. Вот вправо. Пытаюсь отклонить оба слайдера одновременно и вижу, что мне доступна максимальная скорость при максимальном угле поворота колес. Теперь посмотрим, какая зависимость будет при управлении джойстиком. Заменяю слайдеры в макете на джойстик. Так же поступаю с источниками в самой программе. Готово. Сначала максимальная скорость вперед. Вот мы ее достигли. Теперь поворачиваю колеса вправо и вижу, что по мере поворота у меня снижается скорость почти до нуля. И как тут ехать? Теперь даю задний ход. На полном заднем колеса стоят почти прямо. А как тут поворачивать? Давайте разбираться, почему так происходит. Перейдем к графикам. На графике изображено поле с координатами от минус 100 до 100 по обеим осям. По горизонтальной оси Х отклоняется слайдер рулевого управления, по вертикальной оси работает слайдер скорости. Если мы отклоним слайдер рулевого управления вправо в позицию 93, а слайдер скорости вверх в позицию 94, то получим точку А, которая отмечена на поле. Проблема в том, что у джойстика поле координат круглое, и оказывается, что некоторые комбинации скорости и рулевого управления, такие как точка А, становятся недоступны. Область недоступных значений закрашена серым. Она довольно большая, и обидно, что в нее не попадают самые желанные значения максимального угла поворота колес при максимальной скорости. Из этого графика видно, что при отклонении джойстика до значения 93, максимальная скорость модели будет ограничена на уровне 37. Для тяжелых моделей, особенно на бездорожье, такое положение дел неприемлемо. Для гаммобилю может вообще не хватить мощности, чтобы сдвинуться с места. Но выход есть. Нужные нам значения мы можем получить с помощью математики. Идея состоит в том, чтобы из круглого поля снова сделать квадратное. На первый взгляд ситуация ухудшилась, ведь поле доступных значений сильно сократилось, и максимальное доступное значение стало чуть больше 70. Но не нужно забывать, что это только значение отклонения слайдера, а на мотора мы будем подавать значение с усилением. Чтобы получить коэффициент усиления, нужно 100 разделить на 71. После округления получим число 1,4. Этот усилитель и будем подставлять в программу джойстика. Приступим. Для включения усилителя я буду использовать операцию умножения. Она находится на белой вкладке. Подставляю умножение на вход спидометра. И буду умножать показания слайдера на 1,4. Аналогичным образом поступаю для слайдера скорости. Проверяю и вижу, что теперь можно крутить рулем, не боясь снижения скорости. Осталось запрограммировать моторы. С ними поступаю аналогичным образом. Проверим, что на практике. Сначала проезд по кругу без усиления. Теперь с усилением. Надеюсь, разницы в скорости за метр. Теперь проезд по восьмерке. Сначала без усиления. Теперь с усиленным джойстиком. Эффективность управления с усиленным джойстиком значительно выше. Одним только коэффициентом усиления математика не ограничивается. И можно придумать немало способов оптимизации рулевого управления. Если вам интересна эта тема, пишите в комментариях. Постараюсь не затягивать продолжение. В этом ролике разобрали, как можно оптимизировать управление лего-мобилем с помощью простейшей математики. Всем творчества! До новых встреч!